всем привет из германии сегодня воскресенье у нас идет дождь настоящая осенняя погода осень уже заявила о себе но несмотря погодные условия мы едем на крутейшую выставку современного искусства которая находится к большому счастью вообще недалеко от нас и я вам покажу сегодня что вообще это за выставка я была уже на ней один раз и она меня очень впечатлила своими экспонатами и проходит она самое интересное заброшенной не в заброшенной а в этом здании раньше была фабрика это очень крутое помещение в общем я вас беру с собой если интересно продолжайте смотреть покажу вам что мне там больше всего понравилось поехали входной билет стоит 14 евро осмотр выставки я начну с небольшого павильона где представлена реалистичная живопись современных художников в основном из германии открытием выставки лично для меня стали полотна художника кристофера лемпфуль написанной в стиле импрессионизм но такого слоя краски я не видела ни у одного представителя этого направления такая пастозность из-за того что краску наносит не кистью а пальцами работая в перчатках вкусные такие работы получаются надеюсь видео вам передает многослойность краски а я двигаюсь дальше в основное помещение выставки вряд ли какая выставочная площадка может похвастаться такой уникальной атмосферой как этот бывший чугунолитейный завод ведь он был основан еще в 1827 году помещение присутствует своеобразная акустика из-за пола усыпанного щебнем и стука дождя по крыше образуется такое интересное шуршание норд-арт проходит в летние месяцы с 1999 года и является одной из крупнейших ежегодных выставок современного искусства в европе более 200 художников со всего мира демонстрируют свои картины фотографии скульптуры и инсталляции перейду сразу к работам которые впечатлили меня больше всего вот например работы дэвида черни это серия портретов из пластика или стекла внутри его работы заполнены мелкими деталями напоминают картинку на мониторе в момент досмотра вещей в аэропорту а теперь попробуйте угадать из чего эта работа существует такая техника линогравюра работает как печать делается она путем вырезания рисунка по линолеума прокрашивается краской линолеум и делается оттиск на бумаге вот это уже бумага белая часть рисунка это как раз таки вырезанные фрагменты в которой не попала краска надеюсь эту работу узнали все помните портрет незнакомки из учебника школьного этот скульптор показал нам не только целиком всю девушку с картины но и воссоздал процесс написания полностью а сейчас я попытаюсь зайти вот в этот шикарный стеклянный куб надо постоять небольшой очереди а этот стеклянный куб художника из китая идея заключается в том чтобы мы задумались об искусственном мире вокруг нас насколько мы далеки или близки к природе каждое произведение не только говорит само за себя но и создает новые композиции во взаимодействии с другими и на уникальном фоне бывшего завода здесь каждая работа выполнена из разных материалов вот например эти леопарды если подойти близко и присмотреться они задекорированы шапочками от желудей или эта картина монгольского художника она сделана из конского волоса связаны с ней так пожалуй самой концептуальной работы для меня стало вот это девушки конкурсантки символизируют страны евросоюза одна из них не выдержала конкурса и упала в обморок наверное вы уже догадались какая это страна кроме экспонатов представленных на выставке внутри здания есть также множество инсталляций в парке и мы уже потратили часа четыре пока обходили все помещение и вот сейчас вышли на улицу и тут еще просто десятки красивых экспонатов мне очень нравится вот эти скульптуры из металла а а я под таким впечатлением от новой выставки в норд-арте очень красивые инсталляции картины из разных техник надеюсь вам понравилось это видео поставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и увидимся уже скоро пока а